Здравствуйте, дорогие друзья! В Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации, и тысячи беженцев пересекают российско-украинскую границу. Сейчас я нахожусь в городе Ростове-на-Дону, и мы поговорим с прохожими на улицах города и узнаем, что они чувствуют и думают по поводу этой ситуации. Это «Глаз народа». Никто об этом никогда не мог представить 10 лет назад, а теперь вот, воюем. А как вы это почувствовали? Что значит, как я это почувствовал? У нас беженцы с Донецка и Луганска с 2014 года живут в Ростове, и у них нет никаких перспектив, ни квартир, ничего. И так и будут жить оставшуюся жизнь на съемных квартирах. Отлично были. Сначала захватили Крым, а теперь мы хотим еще и Донецк с Луганском. Чтобы отжать. А вам это надо? Мне нет. Потому что я наполовину украинец. Я не хочу воевать с украинцами, а заставляю. В плане того, что там какие-то военные действия, что-то проводится в городе, нет. А именно через вечеринку с тем, что много людей, теперь нужно где-то их расположить. Вот с этим связано через вечеринку с ситуацией. А у вас есть какое-то опасение или какой-то страх? Нет. Если вы говорите про то, что будет война, не будет, за это меньше всего переживаю. Потому что ничего этого не будет. Тем более вторжение России на территорию Украины. Наверное, война начинается. Как с кем? С братьями помахаемся и помиримся потом. Ну и не знаю. Политики не договорились. Чувствуете ли вы какую-то угрозу со стороны Украины? Да. Да. Ну, потому что там, как вам точнее бы выразиться, сейчас очень переживаю и волнуюсь. Ну что фашизм? Фашизм сейчас там ликует. Откуда вы знаете? Ну, я смотрю телеканалы наших передач. Вам это по телевизору сказали? Да, я по телевизору. Происходит. Со стороны Украины происходит... Как назвать это правильно? Ну, акция того, чтобы мы типа на них напали. Ну, Россия делает все для того, чтобы этого не совершить. Откуда вы узнали? Из новостей. На мой взгляд, как зарождение военного положения между Россией и Украиной. Дружить надо друг с другом. А почему напряжение? Честно говоря, сложно сказать. Там политические сложности. А с Украиной? Нет, не чувствую никакой угрозы. Это все на высших каких-то уровнях, властями решается. Там что-то не поделили. Лично я ничего не чувствую, как бы, как простой человек. А вы готовы с оружием идти против украинцев? Нет, конечно. Ну, потому что это те же люди, мои родственники, мои друзья там, знакомые. Я не понимаю, зачем, за что и как бы... У меня нет никакой паники. Девушка, у вас есть какое-то опасение или паника? Нет, нет, абсолютно нет. Я считаю, что нет. На нас в ней нападут. Нет, я верю, что Бог нас всех спасет. Верьте в Иисуса и все получится. Украина – братский народ. Мы любим Украину, Россию, любим всех людей. Мы за мир. А у вас есть какой-то страх или опасение? Нет, у меня нет. Нам всем страшно. Почему нет? Конечно, страшно. За детей, за себя, за родителей, за страну вообще, что будет. Конечно, страшно. А чего вы боитесь? Слушайте, я не знаю. Мне пугает неизвестность. В каждой у нас семье у меня муж украинец, у меня свекры были украинцы. Мне кажется, в каждой нашей семье, в каждой второй-третьей наполовину украинцы. Есть какое-то у вас опасение или страх, что начнется война? Конечно, есть. Никому не надо это. Два братских народа. Ой, не представляю, не хочу даже представлять, я не хочу об этом даже задуматься. Надеюсь, что все-таки все урегулируется мирным путем. У меня дедушка из Западной Украины. Мама родилась на Восточной Украине. Вы слышали, что в Ростовской области сегодня объявлен режим чрезвычайной ситуации? Нет, первый раз слышу. А в связи с чем? Страх у нас каждый день. Много причин для страха. На работе нестабильно, можно потерять работу, можно потерять заработок. Мы воздухом дышим, дома с детками гуляем, так что нет, новости не смотрели. Надеемся, что все обойдется и закончится хорошо миром, чтобы наши дети не знали войны, чтобы наши внуки, правнуки, никто не знал войны. Нет, не слышала. Чувствуете какую-то угрозу со стороны Украины? Я нет. А как вы считаете, вот вы украинец, хотят ли украинцы воевать с Россией? Нет, они хотят. Война это достижение целей не ради мира, а ради блага определенных людей. У меня родственники находятся на Украине, родные, братья живут там, именно в Украине. А если начнется конфликт, вы готовы идти с винтовкой против них? Думаю, наверное, нет. Ну, думаю, наверное, нет. А как вы относитесь к простому народу Украины? Нормально. Обычные люди, как и мы. Да. Ничего такого. Просто им говорят в новостях, что мы там хотим против них, но мы вообще абсолютно хорошо относимся к людям. Бегут с Украины, с ДНР или ЛНР в Ростовскую область бегут. А что там происходит, на ваш взгляд? Бардак полностью происходит. Одни свергают других. Нет опасений, не начнется война. А вот режим чрезвычайной ситуации принят? Я не слышала, если честно. И нигде не прочитала. Как вы относитесь к народу Украины? Замечательно. У меня мама украинка. Опасений и страха нету. Но как вам сказать, то, что творится в мире и обстановка в нашей стране, беспокоящая. А что произошло? Перестройка. 30 лет прошло. Почему никакого изменения только хуже стало? Мое предположение, есть люди, которым это выгодно. А простым людям придется с этим как-то мириться и что-то делать. А вы готовы взять, допустим, оружие и идти на Украину? Нет, конечно. Не слышала. А что за чрезвычайная ситуация? Ну, я не верю в это, что начнется война. Я думаю, что мы сейчас уже живем в цивилизованном обществе. И у нас решатся все вопросы по-мирному. Я считаю, что я часть этого народа. Наши бабушки, дедушки тоже с Украины. У нас очень много замешанной крови в Дону. И украинская тоже есть. Можете ли вы себе представить, что мы будем с ними воевать? Нет. А мы не воюем с народом. Здесь политика, я так понимаю, в чистом виде. Вы советский человек. Могли бы вы себе в то время представить, чтобы мы враждовали с Украиной? Да никогда даже в мыслях не было такого. Никогда. Это Украина, как говорят, Россия. А как мы дошли до того, что у нас сейчас напряженная ситуация? Понятия не имею. Не знаю. Причем здесь народ. Это же мы же не с народом воюем, правильно? А с кем? Наверное, с государством. Не слышала, первый раз слышу. Телевизор сегодня не смотрела. Часто смотрите телевизор? Нет, очень редко. А как вы относитесь к народу Украины? Положительно. А вот если не по телевизору, а так своей головой, как вы думаете, что может происходить с нашими странами? Политика. Политика. Кто-то играет в политику, а люди обычные страдают. У меня мама сама из Одессы, да. Поэтому там и знакомые, и бабушка там, и дядя. Сейчас, конечно, страшно, что происходит. В голове не укладывается. Нет страха, нет опасения. Я думаю, там нагнетают обстановку. На самом деле все нормально. Это информационная, как говорится, война идет. А кому это выгодно? Я знаю, что должно быть всем мирным путем. Что нужно садиться на стол переговоров. Срадают обычные мирные люди, которые попали в ситуацию с двух сторон. Тут Россия, там Украина, там НАТО. А для чего это? Кому это надо? Чтобы отвлечь внутренние проблемы в странах. Что у них в Украине, что у нас в России. То есть у нас проблем полно в стране, которые надо решать. А у нас тут детишки играют, а там танки ездят туда-сюда возят по железной дороге. Я не знаю, кто. Президент занимается внешней политикой. Ему, видать, не до внутренних проблем в стране. А кому же до внутренних? До внутренних? Я не знаю. Никто не хочет заниматься. Представить себе, что мы будем смотреть друг на друга через долл автомата. Ну, оно к этому идет, но... Я, конечно, не хотел бы этого, чтобы так произошло. Кто-то нас подталкивает к этому. Ну, их проблемы. У меня папа украинец, мама с Ивановской области. Так что даже в семье у нас вот так вот. Мы любим друг друга и... А вы верите, что они могут на нас напасть? Нет. Нет. Совсем нет. Вообще народ не хочет войны, ничего, потому что они все против этого. Потому что это уже как бы идет финансовые затраты и, так сказать, продуктовые затраты и все такое. Поэтому это не выгодно никому. А правительство, я не знаю, для чего им это нужно. Что они от этого выигрывают. Никогда не могла предположить такого. Никогда. И сейчас как страшный сон. Такое. Люди, мы все дружим, мы все любим друг друга. У нас родственники, друзья, знакомые. И это, кажется, не верится как сон. Как вроде бы не про нас. А это с нами, это реальная жизнь. Хотелось бы, чтобы мы быстрее проснулись. Очень хочется, чтобы быстрее дипломатически договорились политики наши. От канала Аврора мы желаем мира, согласия и процветания российскому и украинскому народу. И, конечно, хотелось, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. Не забудьте поставить лайк. И, конечно же, до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»